Приветствую, друзья! Компания Acme появилась сравнительно недавно, но уже достаточно широко известна меломанам всего мира. Их первый Hi-Fi аудиоплеер буквально произвел революцию в своем ценовом сегменте. Менее чем за сотню долларов он предлагал звучание с совершенно другого уровня. Следующая модель от этого же производителя была уже не такой доступной. Однако, благодаря повсеместному распространению таких мобильных ЦАПов, производитель предлагает нам получить аналогичные же технологии дешевле и в куда более компактном корпусе. Сегодня мы говорим о одной из ревизий Acme Magic Sound 4. Здесь стоит сделать некоторые пояснения, что данное устройство выходит аж целых в трех различных конфигурациях. На чипе AK44-93EQ, ESS-ES9038Q2M и ESS-ES9018K2M. Из-за своей стоимости версия на K2M мне показалась наиболее привлекательной, о ней я и предлагаю сегодня нам подробненько поговорить. Собственно, поехали. Поставляется аппарат в достаточно такой миниатюрной картонной коробке, благодаря которой мы узнаем наименование компании и адрес ее официального сайта. Внутри я нашел, естественно, сам девайс, короткую инструкцию, гарантийный талон, классический уже USB кабель и короткий соединительный кабель Type-C на Type-C. Удивляет, что кабели совершенно разные, словно набрали их от разных производителей. Для подключения к iPhone вам нужно будет отдельно докупить кабель с Type-C на Lightning или соответствующий переходник. Корпус у ЦАПа, на удивление, очень легкий, при этом он полностью выполнен из металла. По бокам идут специальные ребра, словно для охлаждения. Сзади мы узнаем, что это 24-битная версия с максимальной частотой дискретизации в 192 кГц и поддержкой DSD-128. Никакого МКА тут, естественно, нет. На лицевой части мы имеем лишь индикаторный светодиод и подписи к входам-выходам. Вход здесь, естественно, друзья, только лишь один, это Type-C, а выхода целых два. Стандартный джек на 3,5 мм и балансный Pentacon 4,4 мм. Во время работы девайс не критично, но нагревается, то есть те самые ребра оказались тут не только для красоты. Шума в паузах нет, как и поддержки гарнитуры. Впрочем, это сразу было очевидно из-за отсутствия среди компонентов блока АЦП. Пользоваться аппаратом элементарно. Один конец идет смартфон, планшет, ноутбук или приставку, а с другой стороны подключаем любые проводные наушники. Мощности тут просто огромнейшим запасом. На обычном выходе заявлено 125 мВт, а на балансом до 500 мВт на 32 ума нагрузки. Громкости, как вы понимаете, тоже с очень хорошим запасом. Потребляет девайс как для своей мощности весьма гуманно. На 5 вольт это 0,186 ампер, причем это постоянное значение, несмотря на то, в какой из двух выходов будут подключены ваши наушники. Под Windows 10 аппарат подхватывается автоматически, готовый к работе посредством WASAPI драйверов для более ранних версий операционной системы и поддержки интерфейса ASIO. Производителям предусматриваются соответствующие драйверы на официальном сайте. К слову, управляющая панель тут чрезвычайно проста. Под Android и iOS SAP работает на всех приложениях и стриминговых сервисах, в том числе и посредством популярного BitPerfect режима с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Измерение я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного выхода, поэтому на этот раз использовал E-1DA ADC. Суммарно тестер выдал все значения в положении отлично, кроме гармонических искажений, но об этом чуть попозже. АЧХ здесь просто идеальная, шумовая полка составляет минус 150 дБ, отличный динамический диапазон, интермодуляционные искажения ниже уровня минус 105 дБ и гармонический ниже минус 101 дБ. Почему система рассчитала минус 84 и поставила оценку хорошо, мне лично совершенно не ясно. Я сделал около 10 измерений, в том числе и с обычного выхода 3,5 мм и везде оценка была хорошо, а на графике около минус 100 дБ. На мой субъективный взгляд все здесь просто отлично. По подаче сразу же хочется отметить довольно-таки высокий класс устройства. Это далеко, друзья, не бюджетник. Понятно, что уровень аудиоплеера MF02S еще выше, но там и ценник совсем другого порядка. А так вполне верю в использование принципов, разработанных специально для серьезных устройств. В целом звучание я бы охарактеризовал с одной стороны как сочное и мелодичное, а с другой четкое и довольно-таки детальное. Построение музыкального полотна имеет скорее такой целостный характер, да и прорисовка границ здесь на уровне очень техничных устройств. Однако наше внимание на том, друзья, не особо акцентирует, от чего и складывается то самое ощущение лирической мелодичности, легкой теплоты, прозрачности и подчеркнутой выразительности. Слушается это просто сверхприятно. Как явную противоположность характера Magic Sound 4 хочется выделить, конечно же, Colorfly CDA M1, который, как это принято у данного производителя, сильно акцентирует верхнюю половину спектра, отчего звук получается более резким, ярким и агрессивным. В случае же сравнения с X-Doo Link 2 Ball мы имеем столь же центрированное звучание, как и у Acme, но буквально на голову чище, детальнее и четче. Так что если вы любите серьезный такой уклон в техничность, то думаю X-Doo вам понравится куда больше. Ну а если склоняетесь в сторону музыкальности, то ваш выбор это, конечно же, Acme. С другими имеющимися у меня на руках ЦАПами сравнивать особо, на мой взгляд, смысла нет, поскольку у них отсутствует балансный выход на 4.4 мм. Разница же между балансным и обычным выходом, включая только герой обзора, ощущается как переход с чего-то в меру бюджетного на куда более солидный уровень. Так что настоятельно рекомендую использовать тут наушники именно с балансным кабелем. Разбирая звучание по частотам, хочется отметить в меру глубокий, теплый, при этом довольно текстурный бас, сочную выразительную серединку и продолжительные, но не особо акцентированные верха. Все отзвуки перкуссии и затухания струнных инструментов, конечно же, находятся на своих местах, однако не выдвигаются нам в лицо и не режут слух, как, например, о Colorfly. В общем же, звук Magic Sound 4 хорошо сбалансирован, имеет приятную слуху массу, глубину и динамику. Немалый акцент сделали и на прорисовке нюансов, из-за чего собранность в подаче заиграла совершенно другими красками, подсвечивая не техничность, а эмоциональную составляющую трека и внушительную прорисовку сцены в глубину. В плане стилистики ЦАП прекрасно отыграет не только скоростные тяжелые жанры, клубный джаз, блюз, разноплановую электронику и, например, соул, но и всяческую акустически сложную музыку, в том числе оркестровую, академическую или мультиинструментальный джаз, где благодаря переходным характеристикам мы получаем очень неплохую четкость, а из-за массивности, глубины и тембрального объема, прекрасную прорисовку инструментов даже самых задних планов. В плане наушников здесь тоже полное раздолье. Хотите усилить уклон в музыкальность? Можно выбрать, например, KINERA IDUN GOLDEN 2 или WIZER KILENHEA 03D. Ну а если вам ближе скорость и драйв, то TIN HIFI P1+, BQS OTTO или TripAWIN ALINA. Для тестирования я еще использовал KINERA SCALP, но это уже модель абсолютно другого уровня. К слову, возможностей героя обзора хватило, чтобы раскрыть и даже их возможности, а это говорит о серьезном таком заделе в плане роста и развития. Итогом, мобильный ЦАП ECME MAGIC SOUND 4 даже в своем самом доступном варианте на чипе ESS ES9018K2M реально способен удивлять. Для своего сегмента это просто потрясающее качество звука, предлагающее нам хороший баланс из мелодичности и точности. Звучит герой обзора сочно, естественно, тепло и одновременно чисто и детально. На четкости особого акцента здесь не делали, но по артикуляции сразу виден уровень и возможности. MAGIC SOUND 4 это аппарат для тех, кто хочет что-то пограничное, чтобы потом уже посредством наушников вводить звучание в ту или иную сторону. У меня же в плане героя обзора сложились исключительно положительные впечатления. Такой звук я люблю. Металл это конечно прекрасно, но вот чтобы на должном уровне отрисовать целый оркестр, так умеют далеко не все ЦАПы, ну а за 70 долларов так вообще единицы. Из минусов хочется отметить ощутимый нагрев, повышенное энергопотребление, ну и в моем случае далеко не самые топовые характеристики. Моя модель в PCM ограничена 24 битами, 192 кГц, а в DSD DSD-128. МК и поддержки гарнитуры тут конечно же нет. При этом обязательно стоит выделить очень достойные измерения, балансные и небалансные выходы, сменный кабель и, как я уже сказал, просто потрясающий, как для своего сегмента, звук. Чистый, мелодичный, с отличной отработкой образов и глубиной погружения в материал. Просто отличный аппарат можно смело брать. А у меня на этом все. Это был мобильный ЦАП Acme Magic Sound 4. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.